Вообще офигенно смотреть в себя, видеть такой объём на голове, да? Это всё потому, что я легла спать с мокрыми волосами. И я себя вообще такой не знаю, для меня это очень стрёмно видеть, что у меня такой объём, но я себя такой сексуально чувствую. Такая сексишнекси. Здарова всем! Спасибо, что вы зашли на это видео. И перед тем, как я начну, я хочу сказать большое-большое спасибо, громадное спасибо всем тем, кто мне писали позитивные комментарии под моим видео, в личку ВКонтакте, в личку в Инстаграме. Я очень вам благодарна, потому что я столько много получила прекрасных, позитивных комментариев, что всё-таки люди меня ждали, да? Реально, вы знаете, у меня очень были долгие перерывы, я раз в полгода снимала видео, я сейчас возвращаюсь, я хочу гораздо чаще снимать. Я просто была очень рада, что столько много людей меня всё ещё ждали и смотрят. Я очень была, вот прям, самый-самый классный комплимент, который мне люди делали, что мои видео стали лучше, что заметили, что я как-то питаюсь поменять формат, что я как-то питаюсь улучшить свои видео. И вот эта улыбка, это из-за ваших комментариев, потому что я не привыкла получать столько много позитивных комментариев. Но мне это показывает, что я делаю что-то правильно, поэтому спасибо вам! Я очень рада! Но сегодняшнее видео будет про покемон. Покемон го! Я не знаю, насколько это популярно на российском ютубе, в странах СНГ, так как вроде у вас ещё не вышло, или вроде вышло, я не знаю. Я знаю, что вроде вы в Европе не вышли, или, по крайней мере, в Германии. Я вижу, как это влияет на Америку, да? И в этом видео я хочу поговорить про плюсы, минусы, лично, да, что я думаю про покемон го, и что творится у нас в Америке. Или, по крайней мере, в моём городке Форт Уорф, где я живу. Я просто в шоке! И слово «я в шоке» наверное будет очень часто, поэтому будем его считать. Окей, начём с того плюсы, да? Плюсы, конечно, что люди начали ходить на улицу, да? Вы, наверное, знаете, что в Америке люди не ходят пешком, потому что просто они не ходят пешком, потому что тротуаров нет, или если они есть, они могут просто внезапно кончиться, и спустя два километра опять начаться. В некоторых местах вообще тротуаров нет, поэтому в Америке это не так, как в России, как в Европе, что люди ходят, люди ходят, чтобы просто прогуляться, люди ходят с кем-то встретиться, люди идут к метро, к автобусу, к электричке, люди катаются на великах, люди идут в кафе, чтобы встретиться с друзьям, и вы здесь людей на улице не увидите. Может быть, в Нью-Йорке, да, они ходят, но Нью-Йорк — это не Америка, это что-то другое. Поэтому я в шоке видеть людей, что реально люди выходят на улицу, гулять, чтобы искать этих покемонов. что такая одна игра повлияла так на людей, что люди выходят на улицу гулять. Это надо было ждать веками такую игру, чтобы люди начали ходить. Я просто в шоке. Они ходят, они гуляют, я вижу людей на улице, и они все ищут покемонов. Игра классная. Эта игра тоже наверняка экономику Америки поднимет. К этому позже вернусь. Но на этом все плюсы кончаются. Да, она веселая, она интересная. Минусы в том, что я живу в Техасе. У нас 40 градусов уже месяцами. У нас солнце печет, у нас ни тенька, ничего. Чтобы эту игру играть, я должна выходить на улицу, чтобы ее играть. Так я не пойду на улицу, слишком жарко. Вы что хотите, чтобы у меня рак кожи, чтобы мои три волосинки, которые на голове, сгорели, минус тоже в том, что я очень часто люблю играть в игры, когда я ложусь спать. Когда я лежу в кровати, в пижаме. Я хочу уже спать, я хочу перед сном поиграть. И я не могу эту игру играть, потому что мне надо ходить. Минус в том, что мы живем в Америке. И я не пойду в два часа ночи одна на улицу гулять, чтобы играть эту игру. Я человек, мы с мужем поздно спать ложимся. И я хочу эту игру играть. И мне хочется, может быть, в час ночи поиграть. Но я не пойду на улицу в час ночи, чтобы меня здесь застрелили, чтобы в машину затащили, чтобы меня сбили, потому что здесь нет фонарей, меня никто не видит. И четвертый минус просто. Эта игра, она не создана для Америки. Как бы, ладно, я вижу людей ходят, гуляют, но... Эта игра, это карта. Эта карта. Вы можете хоть в соседний город два часа от вас пойти искать покемонов, но вы не можете, потому что то есть тротуары, то нету. В некоторых местах их вообще нету. У нас везет, что мы живем в таком районе, что Walmart, что Target, что все магазины, они очень близко, я могу пешком до них дойти. Есть тротуары, все есть, я могу уходить. Но как только подальше от нашего района уже идешь, там уже нет тротуаров. Или они есть, и невзапно кончаются, и невзапно начинаются. Когда мы жили в Индиане, там вообще тротуаров нет, и там и не фонари нет. Там ночью не выйдешь на улицу, а днем гулять на дороге, чтобы меня машина сбила. А-а, нет, спасибо. Поэтому, мне кажется, больше минусов в этой игре, чем плюсов. Но начнем, давайте, с экономики. Я вижу людей, да, которые выходят играть эти покемоны. Так как у нас адская жара, у нас люди начинают думать. Я хочу играть с покемоны, но я не хочу идти на улицу. Куда я могу пойти, где я могу наворачивать большие круги, и где будет холодно. И что людям приходит в голову? Волмарт, Таргет, H&B, Home Depot, Lowe's, Bed, Bath & Beyond, Молы. И туда они идут. Люди едут туда, чтобы играть с покемоны. Я думаю, это влияет на то, что люди начинают покупать, может быть, то, что они не купили бы, потому что они в этом месте долго находятся, они много чего видят, и они тратят деньги. Или если вы долго находите в моле, вы хотите пить, вы хотите пожрать, и вы тратите деньги, которые вы, может быть, не потратили бы, если бы вы эту игрушу сейчас не играли и не находились бы в этом месте. Другие люди даже этого не хотят. Они садятся в машину и разъезжаются по району, чтобы играть с покемон. То есть помимо того, что Америка вообще страна, где бензин вот так вот продаётся, то же самое, как вода, да, потому что бензин нужен, машина нужна. Так, помимо этого, они ещё садятся в машину, чтобы просто разъезжаться по району, тратить этот бензин, чтобы играть в эту игру и собирать этих покемонов. Вы понимаете, как это должно влиять на экономику? Считаю, что за один день где-то 7 миллионов людей вроде скачали эту игру. Вы понимаете, как это влияет на экономику, если даже я это замечаю, что я в 2 часа ночи еду на тренировку и я вижу, что люди в машинах делают тупо круги и собирают покемонов. Да, мы с мужем вчера поехали на тренировку, было пол первого, да, один на неделе, не выходные, рабочие дни, да, и мы выйдем, люди гуляют группами, ищут покемонов. Да. После фитнеса мы поехали искать арену, потому что возле нашего апартмент-комплекса есть две арены. Мы поехали искать арену, потому что я стала 5-й левел, и с 5-го левела вы можете ходить в арену. Я хотела посмотреть, как это, что, потому что в арене вы можете играть против других людей, вы даже видите, на какой арене сейчас сколько людей сидят, играют. Вы можете тренировать своих покемонов, бла-бла-бла. Я хотела посмотреть. Мы нашли арену. Арена — это у нас автомойка. Большая супер-пупер-автомойка. Два часа ночи. Вторник. Два часа в ночи. Вторник. Мы приезжаем на эту парковку, мы паркуемся, потому что я хочу эту арену поиграть. И знаете, что я вижу? Шесть машин, которые стоят. Там сидят люди, и они все играют в эту арену. Что это? Как игра так может на людей влиять? Вы понимаете? И с одной стороны, я радуюсь, потому что люди начали ходить. Они ходят. Я вижу людей на улице. Люди гуляют в Америке. Но, с другой стороны, это страшно, потому что эти люди собираются группами, чтобы ходить, каждый в телефоне, играть эти покемоны. Это страшно, потому что люди садятся в машину, чтобы разъезжаться, тратить день, играть эти покемоны. Это страшно, потому что люди приезжают в арену, чтобы играть с покемонов. И эта парковка пустая, два часа ночи, и там сидят люди в машине и играют в покемоны. Это страшно. Это страшно, что люди сидят в машине, ведут руль и играют в покемоны. В то же самое время. Это страшно. С другой стороны, это круто. С другой стороны, это страшно, насколько люди деградируют, Что такая игра так может на всю нацию повлиять Вот это страшно И на этом все Я хотела бы узнать ваше мнение Что вы думаете про покемон Что вы думаете про то, что люди в Америке начали ходить и играть с покемон Плюс, минус Вообще поговорим про покемон, про ваше мнение Что вы думаете про это Все Спасибо, что вы смотрели это видео И до следующих видео Аривидерчи